Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь на канале Ньюседр. У нас срочные новости с польско-белорусской границы. Сегодня польским пограничникам и спецслужбам, а также военнослужащим удалось сдержать огромный поток мигрантов, которые шли со стороны Беларуси. Это поток из нескольких тысяч человек, тех самых мигрантов, которых режим Лукашенко использует в качестве миграционного оружия. Двинулись сегодня в сторону польской границы для того, чтобы, очевидно, прорвать участок этой границы. Что произошло? Дело в том, что последние недели и месяцы на белорусской территории стали скапливаться мигранты. Сначала это происходило рядом с белорусской-литовской границей, а потом, когда литовские власти продемонстрировали эффективное решение вот этой проблемы, они просто-напросто перестали пускать мигрантов на свою территорию, изменив, между прочим, в том числе и законодательство. Вот эти мигранты начали понимать, что у них единственный шанс это прорваться через польско-белорусскую границу. И, соответственно, они начали скапливаться недалеко от польской границы. Но и там их ждало, в общем-то, разочарование, потому что польские власти, опять же, поступили не менее жестко, как и литовские. Они просто-напросто, во-первых, приняли принципиальное решение и выделили уже средства на строительство 200-километровой стены, стены, которая будет состоять из достаточно крупных, толстых металлических прутьев, сверху обтянутых колючей проволокой. Ну, во-вторых, прямо сейчас они решили временно переградить вот эту вот границу между Польшей и Белоруссией такой вот, скажем так, относительно легкой колючей проволокой. Но, тем не менее, такой, через которую человек, конечно, не пройдет, но ее, естественно, можно попытаться, например, и в том числе подрезать с помощью специальных щипцов. И вот сегодня огромная толпа, состоящая из нескольких тысяч беженцев из стран Африки, которые в последние недели пребывали оттуда на территорию Белоруссии, собрались и, по всей видимости, то ли приняв самостоятельное решение и самоорганизовавшись, либо в результате того, что они были спровоцированы режимом Лукашенко, двинулись вот этой огромной толпой по белорусской дороге, ведущей к соответствующему польскому участку. И, естественно, польские власти все это заранее знали. В частности, был запущен польский вертолет, с которого была произведена съемка вот этой самой толпы. Есть соответствующие фотографии и видеозаписи, на которых было видно, что из себя представляет вот эта толпа. Эта толпа состояла, ну и, собственно говоря, состоит, она все еще не рассеялась, насколько я могу понять, из преимущественно людей достаточно крепкого телосложения, впрочем, там есть, конечно, и женщины, и даже дети. По большому счету, речь идет просто-напросто вот о тех мигрантах, которые все-таки решили попытать, что называется, счастье и не возвращаться в свои родные страны. Да, впрочем, и непонятно, а могут ли они вернуться, потому что, по некоторым данным, они фактически оказались зажаты между белорусским режимом и польскими властями. То есть, белорусский режим просто вроде как и не пускает их обратно и фактически подталкивает к тому, чтобы они шли на штурм польской границы. И они на этот штурм пошли. И надо заметить, что, судя по тем видео и фотографиям, которые нам были представлены с места событий, подготовились эти мигранты к штурму польской границы весьма неплохо. В частности, есть видеозаписи, на которой, например, видно, как один из мигрантов пытается орудовать щипцами и даже ему удается перекусить несколько прутев, несколько лезвий вот этой колючей проволоки. И, впрочем, конечно, польские спецслужбы здесь проявили оперативность. И, опять же, видно, как они подскакивают к этому вот мужчине, который пытается резать вот эту проволоку и пускают ему в глаза слезоточивый газ. Впрочем, на него этот слезоточивый газ, в общем-то, по крайней мере, вот на этом видео так становится ясно, что не особо подействовал. Он бросается после того, как он получил эту струю в лицо снова к этому забору и снова пытается его прорвать, перекусывая ножницами соответствующие прутья. Ну и так далее. И это только вот то, что удалось выхватить видеокамеры. Конечно, очевидно, что там он был не один. Там многие пытались орудовать вот этими щипцами и прорвать вот это заграждение. Ну и, естественно, польские власти фактически объявили чрезвычайное положение. Пригнали к месту инцидента в помощи пограничникам спецслужбы и военнослужащих. И вот фактически вот произошло буквально бой столкновения, к счастью, без применения огня, но с применением, опять же, специальных средств типа слезоточивого газа. И мы видим, что на данный момент, как нам сообщили польские власти, им удалось сегодня сдержать вот этот вот натиск. Но это был действительно настоящий штурм. И понятное дело, что к этому штурму мигранты готовились. И здесь нужно понимать, что по большому счету есть две виновные стороны. А точнее три. Ну а третье, российский режим здесь, в общем, не виден непосредственно, но очевидно он косвенно задействован в этой истории. Просто нет никаких сомнений в том, что российские спецслужбы помогают режиму Лукашенко делать то, что он делает, то есть использовать людей как миграционное оружие. Но, конечно, непосредственно виновниками является сам режим Лукашенко и вот мигранты. Нельзя сбрасывать ответственность с мигрантов, несмотря на то, что, конечно, они скорее заложники этой ситуации, нежели те, кто инициировал ее. Но, тем не менее, они позволили использовать себя как средство в данном случае, непосредственно средство для борьбы с Польшей и с Евросоюзом. И, понятное дело, что добропорядочный гражданин не будет незаконным образом пытаться прорваться на территорию Польши, то есть на территорию Евросоюза, если он видит, что он поступает незаконно, если он видит, что он переходит границу там, где не положено, если он видит, что пограничники другой страны не готовы его пускать, если он понимает, что у него нет никаких законных оснований совершать те действия, которые вот он пытается совершить, то, конечно, такой мигрант должен развернуться и уйти. Мы видим, что этого не происходит в данном случае, мы видим, что мигранты не только не отказываются от совершения этих действий, то есть действий, направленных на незаконный переход польской границы, но они, напротив, осуществляют целые планы по прорыву этой границы. То есть это умышленное, по сути дела, нарушение территориальной границы Евросоюза. А это, иначе, как буквально вооруженным вторжением назвать нельзя, потому что вооружены эти люди, пусть и не огнестрельным оружием, но, по всей видимости, как минимум, они вооружены холодным оружием. Тем не менее, конечно, главное непосредственно виновник, как я уже сказал, это режим Лукашенко, который вот всю эту ситуацию создал, и мы об этом говорили уже раньше. Всем эта история совершенно понятна, она очевидна, она проста и прозрачна. Режим Лукашенко пытается сейчас, во-первых, непосредственно отомстить Евросоюз за его позицию, которая обернулась для Лукашенко катастрофическими санкциями. И, во-вторых, это, конечно, тот факт, что режим Лукашенко сейчас пытается выслужиться перед Путиным, демонстрируя Владимиру Путину свою нужность. И это мы еще не берем во внимание. Тот факт, что, конечно, российские спецслужбы не могут не быть вовлечены вот в эту историю. Нет никаких сомнений в том, что они, безусловно, поделились с режимом Лукашенко своим опытом в связи с сирийской войной, в связи с тем, как действовал путинский режим в Сирии, когда бомбил мирные города и просто-напросто провоцировал огромные миграционные потоки в сторону той же Германии. И понятно, с какой целью. То же самое миграционное оружие. В Германию попадают мигранты. В результате это становится серьезной нагрузкой на социум Германии и других европейских стран. В результате провоцируется ситуация, при которой в этих странах поднимаются правопопулисты, играющие на дешевой антимиграционной теме. В результате вот эти самые популисты, которые одновременно являются друзьями Путина, получают неплохие шансы на тех или иных европейских выборах. Впрочем, сейчас уже видно, что они, по большому счету, вот эти правопопулисты, друзья Путина, в целом обанкротились во всех странах Европы, в том числе и в Германии у них довольно слабое положение. Альтернатива для Германии, которая всю свою политику и всю свою предвыборную кампанию, опять же, построила на антимиграционной теме, популярность снижается этой партией. Но, тем не менее, тем не менее, мы понимаем, что одно время это, в общем, имело довольно серьезное влияние, вот этот миграционный фактор в Европе. И, конечно, нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин умышленно создал такую историю. Специально приказал бомбить мирные кварталы, жилые госпитали, рынки и так далее, для того, чтобы люди, находящиеся в Сирии, понимали, что жить им там невозможно и что им нужно бежать оттуда в сторону Европы. Так вот, буквально то же самое происходит и в Беларуси, только здесь режим Лукашенко никого не бомбит, а он что делает? Организует просто специальные рейсы из ряда стран, в первую очередь из Ирака. Вот, например, сегодня стало известно о том, что вроде как с территории Ирака в ближайшие недели будут совершены 40 перелетов с мигрантами, 40 рейсов, на которых, очевидно, летят мигранты. Очевидно, режим Лукашенко каким-то образом наладил вот выдачу специальных виз для того, чтобы эти мигранты попытались счастья вот таким образом возле литовской и польской границ. Тем не менее, мы видим, что Варшава держится, что со стороны НАТО уже прозвучало официальное заявление в адрес Беларуси, которую призвали соблюдать международное право и предупредили, что понимают, что режим Лукашенко использует мигрантов как оружие. Понятное дело, что от таких заявлений по большому счету режиму Лукашенко ни холодно, ни жарко, но тем не менее, надо понимать и то, что если уже Североатлантический альянс делает такое заявление, то это означает, что, во-первых, он поддерживает действия польских властей, во-вторых, похоже, готов оказать польским властям реальную военную поддержку в сдерживании мигрантов. И тут нужно заметить, что сами польские военные уже сегодня предупредили белорусский режим, что в случае, если начнется стрельба и если будут ранены и погибшие в результате вот этих вот столкновений с мигрантами, то вся ответственность ложится на белорусский режим. И мы видим, что польские власти оказались достаточно решительны для того, чтобы бесстрашно противостоять вот этому натиску. Мы видим, что польские власти не сдаются под давлением тех же мигрантов, а если посмотреть опять же видео и фото, то мы увидим, как те же женщины ходят вот возле этих колючих проволок и глядя на польских пограничников, кричат им, да что же вы делаете, пустите, мы хотим пройти. Но польские пограничники не поддаются вот этому моральному давлению, а нет сомнений, что именно моральное давление в данном случае, то есть апелляция непосредственно к эмоциям, к чувствам идет, потому что, например, там ведь и дети в этой толпе есть, дети, которые, ну действительно ничего не повинны, которые плачут, но в данном случае уже получается, что косвенно белорусский режим и детей использует, но и родители вот этих детей тоже их используют буквально, как если не живой щит, то во всяком случае, как инструмент попытки достучаться, что называется, до эмоций пограничников Польши. Но мы видим, что поляки не поддаются и, очевидно, не поддадутся на вот эту уловку. Мы видим, что белорусский режим переходит одну красную линию за другой. Мы видим, что белорусский режим сейчас применил вот это ударное миграционное оружие, когда самая большая толпа мигрантов вообще за все время пошла со стороны Беларуси на Польшу и здесь они потерпели в этом смысле крах. Но до этого, вот буквально несколько дней назад, мы видели, что белорусские пограничники пытались прорваться на польскую территорию, даже почти прорвались, и только польский патруль их остановил. Другая история, опять же, с белорусскими пограничниками, которые ходили с щипцами и хотели, по всей видимости, перерезать вот эту проволоку. И, кстати, теперь уже становится понятно, откуда вообще щипцы вот у этих мигрантов. Очевидно, щипцами их вооружили белорусские пограничники. И вообще известно, что белорусские спецслужбы и пограничники все это время сопровождали мигрантов. И вот сегодня вот среди вот этой толпы мигрантов были и белорусские спецслужбы, конечно. То есть нет никакого сомнения в том, что те специальных курируют. Да что там говорить, вон у той же литовской границы четко было видно на видео, снятое с дрона литовского, что, собственно, белорусские пограничники как раз и подводят вот этих самых мигрантов к определенным участкам, предлагая им пройти. Нет никаких сомнений в том, что белорусские пограничники то же самое хотели бы сделать и в Польше. Хотели прорвать, перерезать вот эту вот проволоку и таким образом дать возможность этим мигрантам пройти через участок. Незаметно для польских пограничников. Опять же, к счастью, польские пограничники все это мониторят. И сейчас фактически на всем протяжении вот этой временной, что называется, вот стены забора, да, вот этого вот колючего забора, колючей проволоки, они имеют хороший мониторинг, отслеживают, видимо, по всему периметру ситуацию. И поэтому сейчас со стороны Беларуси нет вот этого прорыва. Но, тем не менее, все может случиться. И мы понимаем, что вот если бы сегодня, например, польские пограничники не удержали бы ситуацию и мигранты бы прорвались через забор, то можно только ужаснуться вот той картиной, которая случилась бы в этом случае, потому что, что произошло бы? Понятное дело, что вся эта толпа в несколько тысяч человек на это и рассчитывала. Она рассчитывала, что получится прорвать в определенном месте вот эту колючую проволоку и дальше уже просто взять число. Вот это число, вот эта огромная масса предполагала бежать. Конечно, там военных Польши достаточно много, но вряд ли они все эти тысячи смогли бы удержать. То есть, кого-то бы поймали, но большинство прошло бы, прорвалось через эту границу. В любом случае, представьте себе, как вот эту толпу можно было бы загнать обратно на белорусскую территорию. Но не стрелять же в нее. Понятно, что вряд ли польские военные, пограничники, польские спецслужбы стали бы стрелять по безоружным людям, по безоружным мигрантам, тем более по женщинам и детям. Собственно, на все это и рассчитывает белорусский режим, но, впрочем, на это же рассчитывают и сами мигранты. Вспоминается кадр из фильма «Робокоп-2», где подросток 13 лет начинает стрелять по роботу полицейскому, а робокоп стоит и ничего сделать не может. И тогда вот этот подросток говорит, ну что, гад, не стреляешь по детям. Та же самая история и здесь. Бандиты против робокопа. Ну, как мы видим, польские робокопы держатся. И у меня есть уверенность в том, что они выдержат эту историю и что мигрантам придется вернуться домой. А с белорусским режимом теперь будут очень жестко разбираться. Впрочем, я думаю, что, опять же, белорусский режим все это делает для того, чтобы выслужиться перед Путином, который дает режиму Лукашенко все новые и новые кредитные транши, а тем более теперь, когда образовалось союзное государство, в котором Владимир Путин платит, собственно, вот те миллиарды, если не десятки миллиардов долларов вот этой новой своей белорусской автономной области Российской Федерации, а взамен получает, собственно, плацдарм для наступления или, во всяком случае, плацдарм военный, плацдарм для шантажа Европы и, вот в частности, Польши. Вот в частности, сегодня стало известно о том, что два военных объекта России еще останутся на какое-то количество, то ли лет, то ли десятилетий на белорусской территории. Это то, что реально получает Владимир Путин. Он получает возможность через Лукашенко давить, в том числе, военно-провокационным образом на страны НАТО, которые граничивают с Беларусью. Впрочем, опять же, есть уверенность в том, что все эти попытки обречены на провал. Что ж, последим за этой историей. Спасибо, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и при желании поддерживайте нас через платформу Патреон и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok